Командиром отделений сильного тока. На корабле два, значит, словоточники, это аккумуляторные, а и сильный ток. Значит, корабль представлял собой, ну, как немецкий карманный, 126 метров длиной, 12 шириной, от ватролинии до клотика, 32 метра. Значит, башни орудийные, 152-миллиметровые, так, два четырехтрубных аппарата, 560 миллиметров, мощность машины 75 тысяч лошадиных сил, задний ход 12,5 тысяч сил, так. И что, может выходить в море на месяц без заправки. Значит, водоизмещение 4000 тонн, значит, главный калибр 152 миллиметра башня, и 650 снарядов на главный калибр, и там около сотни средств противовоздушной обороны, и вот это такое, так. Скорость хода в аварийном ходе до 47-48 узлов. Ммм, важно. Так, вот я и на нем служил. А у вас были какие-то командиры? М? А у вас были командиры? Ну, как же, был у нас командир корабля Ярошевич. Вот он вам запомнился и чем? Ну, как бы он запомнился, он, значит, вроде как белорус, и старпом Яровенко. Это Ярошевич после стал командиром эскадры, Яровенко был вот, это, старпом, ему присылали воинское звание, капитан 2-го ранга, стал командиром корабля. Значит, командир БЧ-5 был Александров, командир группы электриков был Суевалов, потом его уезжали в Москву, а к нам прислали лейтенант, я забыл, как фамилия его. Вот так. Ну, это вот лично ваши командиры, а вот как вы и ваши товарищи относились, ну, не относились, а кого вы и ваши товарищи считали, ну, наиболее лучшими пауководцами? Вот Жукова там или кого? Ну, тогда мы считали Жукова. А почему? Ну, причем, ведь тогда по газетам мы это еще не видели тогда, вот и в газете. И знали, мы узнали уже после, в 46-м году немцы подняли забастовку в Берлине, мы собирались на парад в Берлине, потом отменили, нас корабля и собирали, значит, группа, потом отменили, и Жукову, по команде Жукову танкисты расстреливали, и это, собирались, стреляли, откуда стреляли, из пушек, и в течение суток это восстание было подавлено. Потом Жукова. Убрали команду и всего. Да покороче, ты можешь, что ж ты тянешь в резину? Ну и пусть записывает, вот что я, я говорю, то, что есть, что и было. Ну, ты будешь... Ну, до утра, ну и ладно. До утра будешь рассказывать. У нас есть время, видео должно быть от 40 минут и больше, так что нормально. Ну, так и служили, так. Потом вместо Жукова прислали генерал Соколовский, командующего опционного войска на Германии. К нам это начальники пребывали, наверное, когда стояли в Германии, начальник опционного войска, да и вот, ну, большие начальники. Как на экскурсии к нам пребывали, все-таки корабль был самый современный. По тем временам у немцев в 44-м году и в конце 44-го года он был в состав действующего плота в Германии. Командируем корабля был племянник Денниса. Деннис, это тот период, был командующим вооруженными силами морскими Германии, Деннис, адмирал Деннис. Вот племянник, это командир был этого корабля. А каково было ваше личное отношение к личности Сталина? К личности Сталина? Ну, мы верили в то, что писали. Вы откуда знали? Вы ничего не знали, и я ничего не знал. Так или не так? Вообще не было. То, что после, ну, были там, кого-то забирали, это слышали. Я знаю, что вот некоторые забирали, и что кто-то что-то сказал. Это на моих глазах там соседа забрали, еще кое-кого забрали. Кто слово не так сказал, значит, забирали. Знаю, что говорите. Ну, вот так и было. А так вы ничего такого не знали. Так и вы откуда знаете? Радио и газеты. Так ведь? И так же мы. А тем более на корабле там замполит был, который каждые недели в собеседовании туда всегда полит. И воспитывали преданность в духе. А вы знали что-нибудь осенью 41-го о положении под Москвой? Знал. А как вы воспринимали то, что войска немецкой армии подошли вплотную к Москве? Да как? Ну, в общем, воспринимали то, что... Мы же находились, немцы у нас, где я был, три дня были, так. Но немцы два с половиной года стояли под Ливнами, в Ливнах. Это же сколько, 40, 70 километров до Ливина, от силы до Ливина, 70 километров. Вот и всю дорогу же, самолеты летали над нами. Иногда постреливали. А вот войскам Красной Армии пришлось отступать в начале войны. Было ли какое-то сомнение в победе? Вот знаете, сомнений, наверное, не было, чтобы немцы победили. Какое-то равнодействие, что ли, было в тот период. Особенно, когда немцы пощекотили их под Москве. Тут их немножко трепанули, отогнали на 150-200 километров от Москвы. Тут уже как-то стали уже более уверенны. Стали, значит, и... А когда на Курской дуге под Курском, это по дорогому Курскому, тут разбили их, тут уже, ну, наверное, никому не... Рано или поздно, значит, Россия победит. А вы верили в Бога до войны? В Бога до войны верили? Ну, как сказать... Церковь была, ну, в Бога почти... Ну, так, только поскольку. А сейчас верите? А сейчас я христианин, значит, я в церкви крестили. А вы знаете, есть или нет? Никто не знает. Ну, конечно, никто не знает. Есть или нет, Всевышний, что-то есть. Что-то есть. А что? Это никем не доказано. Ну, это конечно. Ну, вот смотрите, ведь наши политики тоже, они же коммунисты были. Допустим, Гельцин. Ну, да. С 18 лет в партии. Сколько? На 70-м году он умер. Сколько в армии? То есть, вот это, коммунистом был. А потом поверил в Бога. И сейчас тоже. Ведь все подгиблили, и сейчас в Бога поверили. А почему? Ну, как это... Ну, это личное дело. Объяснить можно, но нежелательно. А приходилось ли вам во время войны слышать что-нибудь о власовцах? М? О власовцах что-нибудь слышали? Не понял. О власовцах что-нибудь слышали? Ну, слышали, конечно. А каково ваше личное отношение к ним? К ним? Ну, как это... Генерал Варласов все-таки, ну, один раз сменил должность в другую, я понял, почему-то. И он... Ну, его сагитировали, наверное, безвыходное положение, наверное, поступило. Ну, я, например, вот так. Ему не доверяют, а так что... Ладно, там... А что, все... Рано или поздно, все равно же, он попадет в руки правосудия. Уже лучше... Тебе ведь кино снимают. Ну, что ты трепести-то? Ну, что ты? Ну, хватит. Ну, и хватит. Девочки, ну, хватит. Уже час. Ну, пусть послушать будет. А вы сталкивались со случаями дезертирства? С дезертирами встречались? Не понял. С дезертирами встречались? Знал, но встречаться не встречал. А каково ваше личное отношение к ним? Ну, как... Все воюют, а он отсиживал дома. Плохой, конечно. Мы потом забрали его и поедали. А вот были еще люди, которые прошли штрафбат, да? А среди ваших знакомых не было таких? Нет. Нет, был один. Орешкин Николай. Он под Ливном стоял и вернулся домой. Понимаете? Это в 41-м году. А потом в исповедении пошел, ему 10 лет дали. И в 10 лет ее отправили на фронт. Он должен был выполнен 10 заданий. И вот он 9 выполнен, а на 10-м погиб. Ну, он молодой парнишка. Он либо с 25-го года, а в 41-м году сколько ему? И вот он под Ливном часть стоял, а он ушел, домой пришел. А потом... Вот в военное время было очень много и бытовых трудностей, таких как, ну, нечего было есть, там, не было какой-то одежды. Вот как вы преодолевали такие трудности? Да, я в сельском местном жителе жил так. И не очень с едой так. Так что не было дали ничего. Ну, с одеждой плоховато было. Ну, вот обходилось не так уж. А как вы оцениваете нашу боевую технику во время войны? Мы считали, что самая техника лучшая. Особенно в середине войны. Первоначально считали, что немецкие самолеты, танки намного лучше. А потом, значит, начиная с 43-го года изменилась положение. Но мы же и не видели, ни наших, ни немецких. Слышали, что в газетах писали. Вот тут. Мы же, в Ливне, в фронт стояла, под Орлом. Откуда мы вы? А вы пленных немцев не видели? Из-за река в Вильце. А вот каковы ваши были чувства, когда их выявили там? Мы близко проходили. Ну, как бы, они тоже не простые, обновенные. Я немцев натурально видел, разговоры с ними так же, как вот с вами разговаривали. Во-первых, значит, мы на заводе строительное, не в том, вверх, там стали на ремонте. И я с немцами обращался, был, один был старший мастер, земной мастер. Я с ними как по своей части электротехники, так я с ними дело имело, они ремонтировали, я указывал им, с ними ходил, выписывал на склад. Привозил сюда. А у вас было какое-нибудь личное оружие? У каждого на складе на корабле винтовка была, автомат или винтовка. А чем оно для вас было? Ну, у нас на корабле карабины были, приняли, карабины, но еще нужно определенное количество автоматов, ППШ. ППШ, шпаем, пистолет, пулемет, и карабины. А вы знали что-нибудь о союзниках СССР? О союзниках? Знали, ждали, что второй промышленно откроют. Знали. Конечно, я очень много читал. И американцы, и Зенхару, и Монгомери, и их команды, все. А вы не сталкивались с полученными по Ленд-Лизу продуктами или самолетами, там, танками? Я не видел их. Не видел, да? Да, не видел. А считаете ли вы, что их помощь была достаточной? Их помощь совсем недостаточная была. Это равносильно, что капля в море. и не свое время. И не свое время, да? Да. Во-первых, я читал о конгоях из Америки, Англии, и в Северном море, Мормунск, Ангаринск. Вот это. Вот читал. Из сорока кораблей 17 вернулись в Мормунск. Остальные погибали. Все не дали так, я с конвоем, а конвои бросал, и все, и убегали сами. И там подводные лодки немецкие, и самолеты передавали и топили. А где и как Вы встретили день победы 9 мая 1945 года? День брака. А что Вы при этом делали, чувствовали? Ну, так, мы еще в таком положении верили. Думали, как бы где вы наезд. Очень хотелось есть. в Ленинграде были. По 100 грамм нам дали. С перед разведенностью рец. Вот там уже. О, Господи. А Вы сталкивались вот с наркомовскими 100 граммами? Ну, на войне на фронте. Ну, да, на основном вам не было такого. Да, а это нет. На корабле как бы были праздники. Новый год там разрешали бутылку пива на двоих вверх. Ну, корабль все-таки большой был. 670 человек. А немцев там было 150. А нас было 670 человек. А вот Вы смотрели какой-нибудь фильм о войне? Какое, по Вашему мнению, лучше всего передает атмосфера военных лет? я больше всего уже забыл, как он называется. Когда наши воевали, я потом их разоружил, и то вот. Я уже забыл, как он называется. Помню. Раскликался. А произведение какого писателя Вам нравится о войне? Да нет, все сейчас читаю о войне. От Саленграда до Берлина. Ой, москве раз уж. на старик не груз. Да, многие читали. Как Вы сейчас думаете, почему началась война? Какие-то вопросы по-куда узнали? Вопрос такой, на который это две сферы влияния. между коммунистами и откуда ты знаешь? Ну, откуда? Мое мнение. Мир разделили Германия и Россия. Россия хотела к себе приблизить, так? А Германия захватила всю Европу и работала на них. И работают действительно. Они молниеносно запотели. По 1939 году они поделили сферу влияния Германии и Россия, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Северно-Южная Украина, Белоруссия и Молдавия. Да. Уже никто не запрещал. Взяли и все под контролем. А как что нужно сейчас делать нашему правительству, чтобы избежать угрозы войны в будущем? Я уж не такой политик, чтобы этим делами заниматься. Это на то поставлены люди, которые должны знать, что делать и как вести, куда вести народ. А что бы хотели пожелать нынешней молодежи? Нынешней больше уделять внимание простым людям, что им легче жилось, чем сейчас. Во-первых, наверное, очень много населения безработные. Безработные надо ставить что-то предприятия, восстанавливать предприятия. Допустим, в Ельце все крупные предприятия разрушены. Эти люди выброшены на улицу. Кто торговать, кто что. Теперь борьба алкоголизма. Это в силах правительства. Ведь раньше было, значит, выпивал, или что, его в Липец отправляли на полгода, на год. Зачем летели? Ну, вот, кто выпивал пьяницу, значит, он на работу в Липец. Вы еще и не знали? Нет. Видите? в Липец. Мы отправляли на вхоз. Ну, может, хватит, а? Ну, может, и хватит. Что еще? Может быть, вы хотите что-нибудь еще рассказать? Хватит много уже рассказать. Ну, что-то ничего больше не рассказывать. Ну, тогда спасибо вам большое. Наши вопросы закончились. Ну, и вам спасибо.